В военном деле всё просто, но самое простое в высшей степени трудно. Мы хотим немного рассказать о моряках-подводниках, о том, кто они и во имя чего они почти ежедневно совершали и совершают подвиг, который называют буднями, которые просто несут свою службу. Кто-то сказал, что история человечества – это история войн, это история противодействия с применением нового оружия. В прошлом веке было создано много нового оружия, которое в разной степени оказало влияние на взаимоотношения противоборствующих сторон. В середине века, в 1946 году в Фултоне Черчилль призвал к крестовому походу против Советов, а в 1948 году Великобритания разместила на своей территории 60 американских бомбардировщиков Б-29 с атомными бомбами на борту. И Соединенные Штаты Америки, и Советский Союз делали ставку на недавно появившееся ядерное оружие. Уже в 1949 году США наметили на территории СССР 200 целей в 100 городах для удара своими атомными бомбами. Основными носителями его традиционно считались самолеты, способные достигать цели на значительном удалении. Однако уязвимость баз и политические проблемы, связанные с размещением ударных частей за рубежом, заставили стратегическое руководство искать новые подходы. Вскоре решение было найдено. Мировой океан перестал быть лишь великим водным путем, теперь он стал грандиозной стартовой площадкой. 30 сентября 1954 года в состав военно-морских сил США вошла первая в мире атомная подводная лодка. Имя первенцу дали «Наутилус». Боевым кораблем, правда, назвать его можно было лишь с некоторой натяжкой, хотя он и был оснащен шестью носовыми торпедными аппаратами. Скорее, это был опытный образец, предназначенный больше для экспериментов, чем для войны. Однако технологии, позволившие «Наутилусу» появиться на свет, были предназначены отнюдь не для лабораторий. В 1957 году Соединенные Штаты несколько раз предприняли попытку достичь подо льдом Северного полюса, чтобы иметь возможность нанести удар по СССР с более близкого расстояния. Хотя это предприятие не увенчалось успехом, стало ясно – северные рубежи СССР отныне небезопасны, и проигрыш на море может означать проигрыш общей глобальной стратегии. С 1952 года Советский Союз, не пришедший в себя после войны, вынужден был разрабатывать новый вид оружия. По своему значению для государства создание первого атомохода определялось как приоритетная задача, и для ее достижения страна отдавала все силы. В подмосковном городе Обнинске на первой в мире атомной электростанции был создан первый учебный центр, где и готовили экипажи первых атомоходов. Ну, вот так оно и пошло. Приехали мы в Обнинск, вернее, приехали в Москву после отпуска и выпуска из Академии с дипломом, аттестатом, с экскурсией офицерской. Явились, нас там заперли в какую-то комнату и начали там шептать, что вот вы поедете туда-сюда, ни слова там никому и так далее. Мы это уже знали, в общем. Обнинский учебный центр напоминал скорее научно-исследовательский институт, нежели сверхсекретный объект флота. Ну, а там было очень интересно, естественно, в Обнинске лекции, нам читали лучшие там умы. Потом нас послали на эту же первую станцию, и мы там работали дублерами инженеров, инженерами, дублерами старших инженеров, старшими инженерами и так далее. Новая техника требовала новых подходов. Потенциальные возможности этой техники поначалу были сравнимы с ее потенциальной опасностью. Например, во время испытаний действующего стенда реактора постоянно возникала течь, и облако радиоактивного пара вырывалось наружу. При первом пуске реактора крышка оказалась негерметичной, через нее стала поступать вода, циркулирующая непосредственно в реакторе. Офицеры и матросы тряпками собирали ее в ведра и относили в могильник. Техника выходила из строя часто. Ну, во-первых, мы столкнулись с тем, что еще конструктивное оформление этой техники было, ну, примитивным. Многие оставляли свои дозиметры в гардеробе для того, чтобы они показали меньшую дозу радиации, нежели та, что получил владелец. Делали это, опасаясь быть отстраненными от дальнейшей работы, честь стать членом экипажа первой атомной лодки перевешивала все. Сигнализации еще не было, зато когда ее включили, она как заорала. Ну, неважно. А вот пленка засветилась, значит, говорят, ладно, иди. Вот у него был специальный институт, институт биофизики, куда нас и направляли. Там нас всех проверяли, функции брали, из костного мозга. Все, чего, подходит одна грудастая девушка, сестра, обними меня, потому что своей, ее сил не хватает, чтобы кольнуть вот в эту кость, вытащить порцию мозга. Закладывались жесткие законы повседневной жизни подводников-атомщиков, применительно к новой технике, к новым боевым возможностям. И в этих законах не было и намека на условность. Каждое действие требовало полной отдачи. В декабре 58-го года испытания были завершены, и К-3, так официально называлась лодка, окончательно вошла в строй. Военно-морской флот СССР стал атомом. Народившийся атомоход был более неуязвим, чем его предшественницы, дизельные подводные лодки. Это давало небывалые преимущества в боевой обстановке. Коллективное оружие нового типа совершило переворот в определении стратегии будущих войн. Мы гордились этой техникой и влюбились в эту технику, несмотря на все огорчения, которые она нам приносила. Это абсолютно точно. И говорить о большой роли нашей, у нас на эту тему даже и мысли никакой не было. Хотя в 58-м году испытания советской атомной подлодки официально считались завершенными, далеко не все еще было испытано и доведено до ума. Весь 59-й год лодку дорабатывали, она почти постоянно находилась в море, и, конечно, все это не прошло даром. На многих системах буквально не было живого места. Металл не выдерживал резких температурных перепадов, образовывались течи. Первой лодке, вот особенно Ка-3, шло ее освоение очень тяжело. И ребята, которые на ней отплавали и освоили ее, как говорится, дай Бог им здоровья и спасибо, они много претерпели и такие труды понесли. Плавать это было не плавание, вот у них были выходы, это были мучительные они очень были. Скрытое противостояние на море продолжалось и усиливалось. К 60-му году американские подлодки стали регулярно появляться в арктических водах и, более того, установили там районы боевого патрулирования. Естественно, Советский Союз не мог смириться с таким положением дел, и военно-морской флот СССР начал подготовку к освоению Арктики. Важность этого района переоценить невозможно. Тот, кто владеет Арктикой, может беспрепятственно наносить удары по северным и центральным районам вероятного противника. Кроме того, лодки, действующие на глубине, подо льдом практически неуязвимы для самолетов и надводных кораблей. Их нельзя засечь со спутника, бороться с ними могут только такие же подводные лодки. Гидроакустические станции, гидроакустические комплексы того времени имели настолько маленькую дальность обнаружения малошумных целей, какими являлись подводные лодки, что это маневрирование совместное происходило буквально рядом друг с другом, в каких-то там пяти, десяти кабельтовых, ну, пятнадцати максимум. А подчас это лодки ходили друг против другом, только мы могли видеть, когда что-то над головой промелькнуло, и дальше ее ловить с другой стороны. В это время в состав военно-морского флота Советского Союза входило уже четыре атомных лодки. Только они могли действовать в сложившихся условиях свободно. Однако объем решаемых задач был слишком велик, и освоение высоких широт могло растянуться на годы. В дело пошли проверенные войной дизельные подводные лодки с экипажами, имевшими бесценный опыт длительного плавания в непростых условиях. Пробирались подо льдами, тщательно отмечая каждую полынью. Полынья – это возможность всплыть в случае необходимости. А необходимость эта у дизельных лодок была такой же, как и у дельфина, живущего в море, но дышащего воздухом. В этом смысле атомная подводная лодка более сравнима с акулой, которая живет в естественной для нее среде и дышит жабрами. Хотя это сравнение очень условно, для дизельной подлодки полынья – это возможность выжить между океанским дном и многометровым льдом на поверхности моря. И тогда были сделаны торпеды специально для подрыва льда. И мне пришлось на нашей подводной лодке со своим экипажем, с нашим, испытывать эти торпеды. Мы загрузили торпеды на этот боезапас, шли под лед, выбирали лед определенной толщины паковой, подрывали, находили эту полынью, высаживали десант на лед, замеряли эту полынью, какие размеры, потом как попасть в эту полынью подводной лодки. Можно без преувеличения сказать, весь советский военно-морской флот работал на решении важнейшей оборонной задачи. И даже несмотря на это, подготовка заняла времени больше, чем рассчитывали. Только к лету 61-го года первенец советского атомного флота был готов к походу на Северный полюс. Но не всем планам суждено сбываться. 4 июля 1961 года К-19, первая атомная ракетная лодка, шла в заданный район Северной Атлантики. В 4 часа 15 минут внезапно сработала аварийная защита реактора. Резко упало давление в контуре. В реакторе без охлаждения моментально повысилась температура, что могло привести как к тепловому, так и к ядерному взрыву. Авария такого рода случилась впервые. Способы ее ликвидации были неизвестны. Штатной системы для аварийного охлаждения атомного котла на первых подводных лодках предусмотрено не было. Последствия для соседних стран были непредсказуемы. За тысячу миль от берега экипаж остался без связи и надежды на помощь. Оценили ситуацию. Для устранения неполадки нужно было войти в реакторный отсек, зараженный радиоактивными газами, и работать непосредственно у поврежденного реактора. Там, где все живое погибало через несколько минут. Система была изготовлена в течение двух часов добровольцами посменно. Восемь человек во главе с офицером Борисом Корчиловым. Восемь человеческих жизней. Вот цена, которую пришлось заплатить в то утро. Корчилов получил, ну, в то время летальной дозой считалось примерно 500-550 рентген биологических. По оценке он получил, не считая того, что заглотал внутрь, потому что эти самые изолирующие приборы – это все плеш, которые пришлось снять там в этих условиях. Порядка двух тысяч рентген. Высокая температура, теснота в реакторном отсеке и сильнейший дефицит времени заставляли отказываться от средств защиты. И хотя по приказанию командира все, кто не был занят на вахтах и у реактора, были выведены наверх, свою дозу радиации получил каждый. Когда угроза разрушения реактора уменьшилась, командир лодки, капитан второго ранга Николай Затеев, принял решение двигаться в район учений, рассчитывая встретить там советские корабли. К счастью, его расчеты оправдались, и вскоре к аварийному атомоходу подошли две дизельные лодки. С их помощью удалось связаться с берегом. Вскоре подошло еще несколько кораблей. Когда личный состав был эвакуирован, на аварийную лодку были направлены две аварийные партии. Подошли к люку, к кормовому. Я старшим был, через кормовой группы. Активность уже у люка около 20 рентгенов. Спустились, с трудом открыли, там немножко стравили, воздушок. Когда начали травить, там еще зашкалило. Ну, мы уже были все в изолирующих костюмах, противогазах и так далее. Когда спустились в 9-й отсек, лег в 9-м отсеке, там сразу активность еще больше. Весь экипаж К-19 перешел на дизельные лодки, и одна из них приготовилась торпедировать аварийную субмарину, если возникнет угроза ее захвата вероятным противником. Однако, к счастью, торпеды не понадобились. Через несколько дней подошедший буксир привел лодку домой. Корчилов уже скончался на эсминце. Перед смертью его стошнило, он попросил сгущенки чего-то перед смертью. Очнулся, он распух в три раза больше, чем больше. По объему стал человек. Ну, это ясно. Вода, которая... И клетки живые, которые под влиянием радиолиза. Каждая клетка раздулась там несколько раз. И он, значит, его стошнило там на эсминце. Потом несколько дней дезактивировали палубу. Не могли отмыть. Такая была активность внутри человека. Моряки – народ суеверный. Корабли, как люди, у каждого своя судьба. Некоторые считают, что предвестником несчастья, обрушившихся на лодку, послужил эпизод, произошедший при спуске ее на воду. Традиционная бутылка шампанского не разбилась после первого броска. Но так или иначе, после аварии на К-19 дальние походы атомных лодок были временно прекращены до выяснения обстоятельств. Так что первый поход к Северному полюсу произошел значительно позже. Летом 1962 года Мурманскую область собрался посетить руководитель советского государства Никита Сергеевич Хрущев. К его приезду и решили приурочить покорение полюса. К-3 спешно готовили к походу. 10 июля подводная лодка вышла в море. Через несколько дней пришли две радиограммы. В одной военный совет флота выражал уверенность, что моряки-подводники с честью выполнят свой долг. А в другой... А в другой главный энергетик проекта требовал запретить подводной лодке К-3 выход в море. Это требование он выдвинул, ознакомившись с техническим состоянием лодки. А техническое состояние оптимизма не внушало. Ресурс многих механизмов был в значительной степени выработан, и поэтому лодка шла, используя свои реакторы, лишь на 60% мощности. Увеличивать мощность было просто опасно. В соответствии с планом похода на обратном пути должны были быть проведены торпедные стрельбы. Неожиданно руководство меняет планы похода и приказывает срочно возвращаться. Срочно! А срок был определен такой, что успеть можно было, лишь разогнав реакторы на полную мощность. Реакторы, для которых эта нагрузка могла быть губительной. Губительной для техники, губительной для людей. Но приказы не обсуждаются. Рисковать подводникам приходилось всегда. И в данной ситуации они, выполняя приказ, доводят разгон реактора до недопустимой мощности. Один из пар генераторов и без того искривший просто загорелся. Пришлось ремонтировать. Срочно. Его срочно отремонтировали. Через непродолжительное время все повторилось. Остается только догадываться, что испытывал экипаж, выполняя этот приказ. К счастью, все обошлось. И точно в указанный срок подводная лодка вошла в бан. Приказ был выполнен. Причина такой спешки для экипажа выяснилась быстро. На севере в это время находился Никита Сергеевич Хрущев. Он захотел лично встретиться с командиром подводной лодки. Первой советской подводной лодки, дошедшей до полюса. Короче говоря, он приехал на Северный флот на двое суток раньше. И западную лицу наша лодка К-3 не успевала вернуться. На крейсере он обошел несколько баз. Во всех базах побывал. И пришел в западную лицу. Вот почему я тогда. Меня лишили права участвовать на своей родной лодке. Подо льдам. Потому что мне приказано было доложить Никита Сергеевич Хрущеву устройство ядерной установки. Военно-морской флот начал энергично осваивать полярные районы. В строй вступали все новые и новые лодки. Однако и первые атомоходы продолжали ходить в море, оставаясь, по сути, испытательным стендом для новых технологий. Работа на износ и объективное незнание ресурса на многие механизмы стало приносить проблемы. Почему в Карибский кризис не могла ни одна лодка выйти атомной? Послали бригаду дизельных атомных. Меняли пары генераторов почти у всех в это время. Хором причем. В конце 50-х годов Куба освободилась от влияния США. Смириться с этой потерей в Пентагоне не могли. Попытки вернуть все на круги своя оказались безуспешными. В Белом доме было неспокойно. На всякий случай для усиления армии президент США Джон Кеннеди призвал на службу 150 тысяч резервистов. В это время Соединенные Штаты Америки на территории Турции расположили баллистические ракеты с атомными боезарядами. Тоже на всякий случай. Эти боезаряды могли достичь жизненно важные районы Советского Союза. Назревала напряженность и реальная угроза войны между США и СССР. Несмотря на всю сложность ситуации, верный интернациональному долгу Советский Союз оказал Кубе военно-техническое содействие. А установленные там советские баллистические ракеты теперь могли в свою очередь достигнуть сердца США. И этот конфликт стремительно развивался. Соединенные Штаты стремились наглухо заблокировать остров с моря. К берегам Кубы отправился огромный флот – 183 корабля. Разумеется, Советский Союз не пожелал мириться с таким положением дел. И на помощь руководителю Кубы Фиделю Кастро решено было отправить отряд кораблей Советского военно-морского флота. Отряд состоял из эскадры надводных кораблей и специально сформированной эскадры дизельных подводных лодок. Однако по различным причинам в море вышла лишь бригада подводных лодок, состоящая из четырех субмарин. Они и должны были противостоять огромному американскому флоту в районе, отстоящем от своих баз на тысячи миль. Сопровождать советские торговые суда, а в случае необходимости применить оружие, включая ядерное. Всего четверка дизельных подводных лодок против огромного американского флота. В сону конфликта были отправлены дизельные подводные лодки, которые были подготовлены к этому походу. Атомные подводные лодки только вступали в строй, и было много неполадок с техникой. Провожаем не на войну, но все может быть. Так напутствовали подводники. И это действительно было так. Каждая подводная лодка несла по 22 боевые торпеды, в том числе и одну с ядерным зарядом. Едва покинув прибрежные районы, лодки тут же стали объектом охоты противолодочных сил НАТО. Ситуация осложнялась отсутствием необходимого навигационного оборудования и полной неприспособленностью дизельных подводных лодок к действиям в условиях тропиков. 641-й проект подводных лодок – это была самая современная подводная дизельная лодка в то время. Но она была построена и, так сказать, для северных широт и умеренного, так сказать, климата. А для плавания в широтах южных, особенно тропических и экваториальных, эта подводная лодка не была приспособлена. Дизельная подводная лодка на дизельном двигателе идет только в надводном положении, потому что дизельному двигателю необходим кислород. Во время движения на дизельном ходу идет зарядка аккумуляторов. Эти аккумуляторы питают электродвигатели, на которых лодка идет в подводном положении. Итак, четверке советских дизельных подводок приходилось идти в условиях невероятно жесткого противодействия. Ведь дизельная лодка не атомная. Она должна периодически всплывать на поверхность, пополнить запас воздуха и зарядить аккумулятор. Всплывать рядом с противником – верное самоубийство, но выхода не было, и американские корабли весьма недвусмысленно предупреждали подводников взрывами глубинных бомб и выстрелами из орудий перед самым носом советских субмарин. Прежде всего они шли на таран. И вот Шумков, когда у него дизеля вышли из строя, и он оказался в таком положении, что надо было всплывать. И когда всплыл, его окружили и шли на таран, и он все-таки погрузился срочно, и буквально винтами чуть, так сказать, корпус винтами на двуное корабле не срапливало. То есть буквально они могли его разрезать пополам. Все противолодочные силы американцев были направлены на проверку крепости нервов советских подводников. Нервы советских командиров выдержали. И еще можно благодарить судьбу, что ни одна торпеда с ядерной боеголовкой не нашла своей цели. А что перенес личный состав, людям противостоял не только вероятный противник, но и окружающая среда. Нам приходилось ограничивать личный состав подводных лодок пресной водой. Ну, говорить, допустим, чтобы умыться или там побриться, это уже исключено. Личный состав выдавалось, значит, утренний чай стакан и вечерний чай стакан. Температура достигала 50-60 градусов. Особенно в дизельных отсеках, которые так, это самое, полон паров дизельного топлива и масла, так, вот, добавлялось вот все это еще, так сказать, температурными условиями. И личный состав падал по несколько раз, особенно в этих дизельных отсеках, в обморок. Оправдана ли была такая проверка людей на прочность? Каков предел этой прочности у военного человека и по какой шкале измеряется этот предел? Наверное, эти вопросы не имеют однозначного ответа. Но очевидно, что Карибский рейд был не бесполезен. Он четко показал всем реальную военную мощь сторон и всю зыбкость мира. А Соединенные Штаты Америки вынуждены были признать, что руководить всей планетой они пока не в состоянии. Поэтому в самый пик кризиса, 28 октября 1962 года, начались переговоры с участием представителей Кубы и генерального секретаря ООН. Соединенные Штаты Америки сняли с Кубы блокаду, Советский Союз вывез с Острова Свобода свои ракеты. В мире стало спокойней. Советские моряки-подводники продолжали нести свою службу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Военные средства оказывали значительное влияние на политику. Отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки складывались непросто. Между этими двумя державами возникло множество туго затянутых узлов. Если их не развязывать, то может образоваться такой клубок, который потом и не распутается. У политиков распутывать не получалось. Карибский кризис утвердил обе стороны в стремлении наращивать ядерные мускулы. Вопросов о ядерной бомбе не было ни у США, ни у Советского Союза. Обе стороны ломали голову только о способе доставки этой бомбы на территорию противника. Америка делала ставку на стратегическую авиацию с разветвленной сетью баз и на подводные лодки. К тому времени подводные лодки уже могли стрелять из-под воды баллистическими и крылатыми ракетами. Крупные надводные корабли либо ставились на консервацию, либо переоборудовались. Россия пошла по такому же пути с одной поправкой. В отличие от Америки, в Советском Союзе большие корабли с артиллерийским вооружением не консервировали, а резали на металлолом. Флот сокращался. Сокращался непродуманно. На первое место значимости выходили ракеты. Опыт Второй мировой войны показывал. Подводные лодки всех стран в ходе боевых действий потопили транспортов и боевых кораблей больше, чем надводные корабли и авиация вместе взятые. Помимо этого соображения считалось, что Запад уже располагает мощным надводным флотом, базами по его обслуживанию и мощной судостроительной базой. Чтобы сравняться с флотами стран НАТО, хотя бы по основным классам кораблей потребовались бы долгие годы строительства и огромные затраты. Позволить себе этого в Советском Союзе не могли. Среди офицеров флота даже ходила такая шутка. Чтобы разорить СССР, нужно, чтобы американцы подарили один авианосец. Новая военная доктрина предусматривала активное использование подводных сил, как для обороны своих рубежей, так и для создания угрозы на коммуникациях вероятного противника на всех океанских театрах. Именно поэтому подводные силы Советского флота и были ориентированы на подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами, и многоцелевые лодки, вооруженные крылатыми ракетами, ракетоторпедами и торпедами. Однако опыта ведения подобных действий не было. Богатый опыт Второй мировой войны здесь не годился. Наряду с этим недоставало опыта в использовании как атомной силовой установки, так и ракетного вооружения. Да и сами атомоходы были еще дорогими в изготовлении. Все это заставляло использовать для ракетного оружия дизельные подводные лодки. Развитие одних только подводных сил не принесло, как ожидалось, полномасштабного решения всех задач, стоящих перед флотом. Порезанные на металлолом суда обогатили страну только металлоломом. Теперь требовалось более интенсивное развитие и строительство других родов сил флота. В Советском Союзе давно разрабатывалась идея размещения ядерных ракет на подводных лодках. Даже проект первой атомной подводной лодки К-3 первоначально предусматривал размещение на ее борту одной, единственной суперторпеды с ядерной боевой частью. Диаметр этого монстра был равен полутора метров. Однако Советский военно-морской флот воспротивился такому решению. После выстреливания этой торпеды лодка почти со стопроцентной вероятностью была обречена на гибель. От идеи использовать это чудо-оружие отказались. Однако время от времени эта идея всплывала. Тем не менее, разработка баллистических ракет для подводных лодок началась в СССР еще в 1954 году. В начале 1959 года первая такая ракета была принята на вооружение. Уже тогда стало ясно, что размещаться она должна на специальных атомных подводных кораблях. Однако у Советского военно-морского флота не было подводных лодок такого класса. Первыми подводными ракетоносцами стали специально доработанные дизельные подводные лодки. Эти дизельные подводки и были заложены в основу морской ядерной ракетной мощи Советского Союза. У нас впервые в 1954 году ЦКБ Королева начали работать над созданием специальной баллистической ракеты для подводных лодок. Впервые она была готова в 1955 году и впервые была испытана на севере в 1955 году. Старт был успешный, но несмотря на это, наше командование и правительство обращали больше внимания, а что у них. Крылатые? Ну давайте больше значит на крылатые. Поэтому вторая фирма, такая Челомея, фирма Челомея, там между прочим сын Хрущева был одним из инженеров. И поэтому тоже она процветала, а Королева немножко зажимали. Хотя у каждого вида ракет были свои преимущества и недостатки. Преимуществом баллистических ракет можно было считать большую дальность и способность достигать целей в глубине территории противника. Преимуществом крылатой ракеты являлась ее более высокая точность попадания на том этапе. Однако невысокая скорость и высота полета делали ее уязвимой. Пока шел спор между ракетчиками, флот осваивал оба типа ракет. Именно результаты стрельб явились определяющими в принятии правительственных решений. Во флотских учениях принимали участие надводные и подводные корабли и авиация флота. Применялось современное оружие. Были проведены стрельбы ракетных кораблей и атомных ракетных подводных лодок. Результаты мучений товарищ Хрущев и маршал Малиновский дали высокую оценку. Никита Сергеевич Хрущев рядом главком, рядом командующий флотом. Я с троевым шагом подошел, отрапортовал товарищ первый секретарь, председатель советского совета министров. Ваше задание выполнено. Командир подводной лодки Буки-62, капитан третьего ранга Дегалов. Молодец. Встал, значит, так. Подкатился ко мне, он так пониже меня ростом. Обнял. Похлопал мне по плечу. Говорит, ты не знаешь, что ты сделал. Вот теперь где они у меня. Имел в виду, наверное, так сказать, ближайших соседей, американцев. Первоначально дальности баллистических и крылатых ракет были незначительными. Поэтому первые атомоходы, вооруженные ракетами с ядерной боеголовкой, вынуждены были находиться у самых берегов противника. Первыми целями для них могли стать крупные военно-морские базы и объекты в прибрежной зоне. Нужно было для этого подойти к побережью Соединенных Штатов Америки, потому что вначале у нас были созданы баллистические ракеты с подводных лодок на 500-300 километров, потом 500 километров, потом 1500, потом 2000. Значит, на таком расстоянии приблизительно должна была быть подводная лодка у побережья Соединенных Штатов Америки. И тогда они создали систему, так называемую СОСУС, вложив колоссальные силы и средства в создание этой системы. На океанском дне была установлена целая сеть специальных гидрофонов, позволявшие обнаруживать перемещение советских подводных лодок. В эту систему обороны входили патрульные самолеты, подводные лодки и надводные корабли, постоянно занимавшиеся поиском подводных объектов. Во многом из-за этой системы и были обнаружены советские подводные лодки в период Карибского кризиса. Соединенные Штаты Америки практически безраздельно хозяйничали на море. К 60-му году они обладали тремя атомными подводными ракетоносцами, вооруженными 48-ю баллистическими ракетами, которые могли стартовать из-под воды. За семь следующих лет в строй вошло еще 38 ракетоносцев. Положение становилось критическим. Обороноспособность Советского Союза стремительно теряла свои позиции. Необходимо было спасать положение. Следовательно, нашим подводным лодкам, вооруженным баллистическими ракетами, нужно было преодолевать большие расстояния, плавать в большом радиусе действий, для того, чтобы держать под угрозой, под прицелом, держать побережье Соединенных Штатов Америки в случае развязывания ими войны. Уже был опыт плавания советских атомоходов в полярных широтах. Лодки могли переходить с Северного флота на Тихоокеанский, но это были короткие по времени переходы длительностью до 15 суток, и показать, на что способны атомоходы, они не могли. Надо было убедиться в том, что на полный радиус лодки могут, вернее, на неограниченный радиус практически плавать, потому что ситуация их применения могла возникнуть в любой точке Мирового океана. Было принято решение снарядить три лодки в длительное плавание, которое, хотя и не являлось географически кругосветным, но составляло по протяженности 40 тысяч километров, то есть длину экватора. Предполагаемый поход имел в том числе и политическое значение. В нем должна была быть поставлена окончательная точка в споре о боевых возможностях атомоходов и их способности в длительном плавании выполнять боевую задачу. Это было плавание осуществлено вокруг Южной Америки, огненной земли, проливом Дрейка, который изобиловал, изобилует айсбергами, и опыта плавания там не было никакого. На 23-м съезде Коммунистической партии Советского Союза министр обороны, маршал Советского Союза Малиновский доложил делегатам съезда, что недавно закончен кругосветный поход группы атомных подводных лодок в подводном положении. В море смогли выйти только две лодки, а для их сопровождения сформировали отряд надводных кораблей, который следовал тем же курсам. Ревущие сороковые спутали все планы. Непрерывные шторма и туман заставили тех, кто шел над водой и под водой, действовать самостоятельно. Пролив Дрейка было очень трудно форсировать в связи с тем, что шторма, во-первых, во-вторых, много айсбергов. Айсберги были такие, что 100 метров над водой, 50-70-100 метров. Это значит, 500 метров туда лодка таких глубин не имела даже, не могла плавать, надо было уклоняться. Кругосветное плавание группы атомных подводных лодок совершено под командованием ныне вице-адмирала Сорокина. Оно продолжалось немногим более полутора месяцев. Было пройдено бесплытие на поверхность около 40 тысяч километров. С большой радостью встретили моряки весть о том, что этот замечательный поход посвящается 23-му съезду партии. Поход проходил в трудных условиях. Отряд во время плавания побывал в разных климатических зонах. Несколько раз пересекал экватор. Подводные лодки выполняли учебное подводное маневрирование, решали учебно-боевые и исследовательские задачи. Впервые в столь длительном плавании атомоходы не только должны были совместно пройти весь путь, но и пройти его скрытно. Поэтому, когда в назначенный срок лодки прибыли на Камчатку, из трибуны съезда КПСС было объявлено о выполнении задачи, для многих в военно-морском ведомстве США это стало неприятным известием. Атомный подводный флот Советского Союза стал еще и в полной мере океанским. Вот почему так бурно аплодировали им делегаты 23-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. То есть обстановка в мире была настолько неспокойной и сложной, что необходимо было держать в море наибольшее количество сил, которые могли бы в нужный момент по сигналу генерального штаба или верховного главнокомандования действовать уже по-боевому. То есть баллистические ракеты должны были запускаться, крылатые, должны были стрелять по соответствующим соединениям, торпедные лодки занимали боевые позиции и все прочее. К 70-м годам 41-й американской атомной подводной лодки с баллистическими ракетами на борту противостояло 20 аналогичных советских. И без того очевидное преимущество американцев усиливалось тем, что американские ракеты были оснащены многозарядными разделяющимися боеголовками. Это означало, что реально против 2048 ядерных зарядов американского морского базирования советский военно-морской флот располагал только 3 местами 16-ю. Слушайтесь в цифры. 2048 против 316. Комментарии излишни. Советская промышленность бешеными темпами сокращала этот разрыв. Со стапелей непрерывно сходили новые лодки. Они пополняли северные и тихоокеанские флоты. Причем, если северные лодки вынуждены были действовать в районах, нашпигованных гидрофонами противника, то перед лодками, базирующимися на Камчатке, путь лежал в открытый океан, который сразу становился стартовой площадкой. Очевидное преимущество района заставляло нести службу в море непрерывно. Это делали атомоходы и дизельные лодки. Это все-таки уже в то время было реальной силой, которая могла, не могла, а фактически противостояла американскому флоту. И американцы очень боялись наших ракетных подводных лодок. Именно с того момента они приняли вот эту свою тактику ввести подводную лодку, дизельную, атомную подводную лодку путем слежения. 24 февраля 1968 года дизельная К-129 вышла в море. На ее борту были три баллистические ракеты. Командовал этой подводной лодкой капитан первого ранга Владимир Кобзарь. Кобзарь был отлично подготовленный офицер. Это был один из лучших вообще офицеров на Тихоокеанском флоте. Он, собственно говоря, был первым, чья лодка была переоборудована под новый комплекс Д-2, то есть, который стрелял уже с-под воды на дистанцию 1600 километров. К-129 вышла в море, имея обычное боевое задание. Отработанный в длительных походах экипаж вселял уверенность. По непонятным причинам, в установленный срок лодка не вышла на связь. Безмолвие в эфире было гнетущим. Думать о худшем не хотел никто, тем более, что причин для невыхода на связь могла быть тысяча. Почти что сутки беспрерывно давали радиограммы в ее адрес, так, срочно сообщить свое место и действие. Ну, когда сутки прошли, значит, команда не поняла, что случилось что-то серьезное. Более 30 кораблей, самолеты, все было брошено на поиски пропавшей лодки. Сотни локаторов и гидроакустических станций непрерывно осматривали горизонт. Но все тщетно. Подводной лодки как будто никогда и не было вовсе. А вместе с ней почти сотни человек. Американцы поступили по-другому. Они совместно с нами не искали. Но самолеты, беспрерывно, авиация, беспрерывно летала над нашими кораблями, ведущими поиск. В июле того же года специальная поисковая подводная лодка военно-морских сил США обнаружила нашу потерянную подлодку. Советская К-129 лежала на дне. На первый взгляд она оказалась совершенно целой. Но при ближайшем рассмотрении виднелась рубленная рана на ее борту. Лодка погибла. Командованием ВМФ СССР сразу стали разрабатываться версии ее гибели. В числе которых было и столкновение с американской подлодкой и надводным кораблем. Лодка могла идти на перископной глубине. На этой глубине она недоступна для противолодочных локаторов. Однако может быть легко поражена кораблем с большой осадкой. Возможности перископа ограничены, поэтому корабль с лодки могли и не заметить. Услышать его тоже не могли, потому что акустик мог быть оглушен грохотом собственных дизелей. А потом разведка нам сделала добрую услугу. Донесли, что подводная лодка Сортфиш через пять суток, после того, как мы потеряли связь с нашей подводной лодкой, лодкой, прибыла в порт Йокосуку, японский. И, значит, в строжайшем таком секрете, все было обставлено секретно, было поставлено в док. Вот. Но благодаря нашей разведке было сказано, что у ней помята носовая часть и, значит, ограждение рубки. Обстоятельства, связанные с гибелью, обнаружением и дальнейшими попытками поднять лодку с глубины 4000 метров с помощью специально построенного судна «Гломар Эксплорер», наводят на очевидную мысль о том, что американцы знали, где искать. По этой версии советскую дизельную лодку К-129 убила американская атомная подводная лодка «Свордфиш». «Свордфиш». «Свордфиш» переводится как «меч-рыба». Подводные лодки, как огромные хищники, выслеживают друг друга в чудовищной толще океана, тщательно прислушиваясь кружа, путая следы, порой едва не касаясь друг друга бортами. Во время такой охоты «меч-рыба» и нанесла роковой удар. Ремонт был проведен в течение одной ночи, а затем «Свордфиш» ушла в Пёрл-Харбор. Экипаж дал подписку о сохранении обстоятельств аварии в тайне. Еще полтора года лодка не выходила на боевое патрулирование. Через шесть лет «Гломар-эксплорер» сумел дотянуться до лежащей на большой глубине К-129 и попытался поднять ее. Однако корпус, поврежденный страшным ударом, не выдержал и разломился. Извлечь из-под воды удалось лишь носовую часть – первые два отсека и часть третьего. Тела шести моряков, поднятые на поверхность вместе с обломками лодки, захоронены в море в соответствии с обычаем. Обнаружить-то это обнаружили, но пресечь эти действия мы не могли. Не могли бы, почему? По нашей, опять-таки, глупости и недальновидности. Если бы правительство Советского Союза объявило о гибели подводной лодки на весь мир, а не скрывало этот факт вообще до последнего момента, понимаешь, так, пока через 25 лет подводников этих не наградили орденами посмертно. Если бы было, как положено, объявлено это место захоронением, а это означает, что там находится, есть собственность той страны, которая объявила это место захоронением, и никто не имеет права туда соваться, то туда бы, конечно, мы бы там ничего не сделали со своими возможностями. Но и американцы бы туда не сунулись бы. И даже сейчас, через много лет, уже после падения железного занавеса, детали этой трагедии по-прежнему остаются невыясненными. Видимо, в политике, как и в деле подводников, нельзя делать резких движений. Техника совершенствовалась, на смену устаревших проектов подводных лодок приходили новые. Уже в начале 70-х годов тактические характеристики первого баллистического оружия вызывали лишь улыбку. В строй входили новые подводные лодки, которые могли нести 16 ядерных ракет с дальностью до 2000 километров. Это была, опять же таки, ответная угроза против, так сказать, американских развертываний американских подводных лодок, типа Джордж Вашингтон, и начали развертывать свои лодки в это время и Франция, и Англия, которые были, которые являлись единым целым фактически. Советский Союз не имел баз за рубежом, и ему приходилось вести длительное патрулирование у берегов противника. Америка искала пути по сведению к минимуму удара возмездия. Политическая забава применить оружие первыми не давала политикам покоя. Мир снова замер в напряженном ожидании. Но теперь в атомное игрище двух держав ввязалась уже и Европа. И тогда они начали развертывать в Европе свои ракеты «Першинг», которые, значит, имели очень короткое время подлета и практически могли вывести из строя нашу ракетную систему предупреждения о ракетном нападении и наши ракеты, которые находились в шахтах. Если раньше за подлетное время ракеты в 25-30 минут можно было нажать и свою ядерную кнопку, то теперь все стало сложнее. Вновь на первый план вышли атомные подлодки с баллистическими ракетами. И теперь одиночное побрякивание оружием слилось вкор по безвременной кончине человечества. Выполняет задачу атомный подводный ракетоносец. Мнение вполне единодушно. Флот подготовлен. Флот на высоте. Наши подводные лодки, находясь у побережья Соединенных Штатов Америки, создавали адекватную угрозу вот этим «Першингам». Америка чувствовала свою уязвимость. Желание отделаться легким испугом в грядущей войне снова было сведено на нет. И возобладавший разум вывел «Першинги» из Европы. Та, в свою очередь, вздохнула с облегчением, ибо с какой статьей было ввязываться в бойню двух амбициозных сверхдержав? Мир и на этот раз выстоял. По той лишь причине, что ни одна из сторон, ни Советский Союз, ни США не могла почувствовать явного преимущества в силе. Но политика продолжала делаться военными средствами. Подводники зубами развязывали политические узлы. Узлы, которые не поддавались языку политиков. Подводникам было не привыкать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Американские «Першинги» в Европе – советские ракетоносцы у берегов Америки. Теперь узнать о начале войны правители смогут, лишь увидев в окно падающие ракеты. Вот основной лейтмотив противостояния в 70-е годы. Очевидцы вспоминают эти годы как время сумасшедшей гонки. Лодки выпекались буквально как блины. Многое приходилось доделывать прямо на флоте, в промежутках между боевыми службами. Но только таким образом абсолютному господству США на море был положен конец. Советский подводный атомный плот стал грозной силой. Что и было продемонстрировано на учениях океана. Военная составляющая в политике всегда присутствовала, присутствует и будет присутствовать. Военная часть политики. Это учение, когда уже у нас был развернут большой атомный, вообще большой флот океанский. А этим именно занимались, так сказать, несколько поколений. И прежде всего под руководством главкома военно-морским флотом Горшкова Сергея Георгиевича. То нужно было, во-первых, демонстрировать эту мощь, которая могла противопоставить, которая была быть противопоставлена американцам и НАТО, а она действительно могла быть противопоставлена. Это было то время, когда с нами нас могли любить, могли не любить, могли ненавидеть, но считаться с нами были обязаны все и считались. Как ни парадоксально, это немало способствовало некоторой разрядке в отношениях между СССР и США, проявившейся в начале 70-х. Но идиллии не длятся долго. В начале 80-х годов корабельный состав военно-морских сил США был значительно обновлен. Советский Союз снова был вынужден догонять. А в гонках неизбежны потери. В больших гонках большие. Около пяти часов утра, 3 октября 1986 года, недалеко от Бермудских островов, атомная ракетная подводная лодка Ка-219 переходила с одной глубины на другую. В этот момент в третью ракетную шахту левого борта стала поступать забортная вода, которая сразу раздавила топливные баки, находившиеся там ракеты. Компоненты жидкого топлива смешались, взрыв потряс корабль. От немедленной гибели лодку спасли прочная сварка корпуса, и то, что большая часть энергии взрыва ушла вверх, через сорванную крышку. На борту вспыхнул пожар. Через разрывы из шахты в жилую зону хлынул гептил. По сути, концентрированная азотная кислота, пожирающая все на своем пути. Несмотря на сложнейшую обстановку, удалось всплыть. Ядовитые пары растекались по отсеку. Никто не знал, как бороться с такой бедой. Боролись, как привыкли бороться с объемным пожаром. Тем более, что он не заставил себя ждать. Обжатые переборочные двери ракетных отсеков разделили экипаж на две части. Узников, носовых и кормовых отсеков. Но не зря, говорят, беда не приходит одна. После изнурительной 15-часовой борьбы за живучесть, поступил доклад из реакторного отсека. Там лопнул пара проводов. Это был верный взрыв. Реактор надо было заглушить немедленно. Но дистанционное управление вышло из строя. Из тех, кто в этот момент находился в корме, заглушить реактор вручную могли только двое. Командир группы, старший лейтенант Николай Беликов и специальный трюмный машинист, матрос Сергей Приминин. Вдвоем они и пошли к реактору. Сменяя друг друга, моряки стали опускать аварийную защиту. Через некоторое время от жары, отравления, перепадов давления они начали терять сознание. Вернулись обратно, и тут Николай Беликов упал, и привести его в себя уже не удалось. Сергей Приминин остался с реактором один на один. Он снова пошел в реакторный отсек, где температура уже поднялась до 80 градусов. Что ему пришлось там пережить, не знает никто. Точно можно сказать лишь то, что реактор он заглушил. Однако обратно вернуться уже не смог. Не могу открыть переборку, не идет, сообщил Сергей. Все попытки помочь ему были тщетны. Моряки из соседнего отсека пытались выдавить дверь с помощью раздвижного упора, но напрасно. Он так и остался рядом с побежденным реактором. Несмотря на все попытки спасти корабль, дифферент увеличивался. Авария нарушила герметичность прочного корпуса, и в отсеки продолжала поступать вода. Экипаж начал переходить на подошедшие корабли. Командир остался в рубке вместе с девятью членами экипажа, чтобы до конца бороться за живучесть корабля. Не было и мысли оставить бесхозным подводные ракеты-дроны. Но когда лодка стала зарываться носом в воду так, что оголились винты, стало ясно, что все кончено. С опаской покидали сюда район бедствия. Впервые за всю историю мореплавания уходил в пучину атомный ракетный крейсер. Никто не мог сказать, что произойдет в следующую минуту. Упокоится он с миром или взметнется в небо ядерный грипп. Сразу после всплытия старший помощник командира капитан третьего ранга Владимиров обнаружил на корпусе двойную борозду. Она отливала металлом и тянулась вдоль левого борта от аварийной шахты в корму. Как она появилась, неизвестно. Незадолго до взрыва, выполняя маневр, экипаж ощутил два последовательных толчка, явно указывающие на контакт с обратом по стихии. Причиной фактической вот этой аварии, трагедии на подводной лодке явилось столкновение с американской подводной лодкой. Но столкновение не просто удар куда-то в борт там и так далее, потому что такого нет на ней, не было такого, так сказать, удара. Вроде бы. А так она, как мы говорим, чиркнуть смогла. Не смогла, а так получилось, что подводная лодка чиркнула и сместила крышку ракеты. Задела крышку ракеты. А, значит, ракета фактически имеет очень тонкую оболочку, для того, чтобы она была легкая. Вот. И она потому потом давление большое выдерживает, что у нее давление и изнутри, и извне одинаковое. И фактически нет такого давления. Для того, чтобы подводная лодка стреляла с глубины, допустим, 50-45 метров, 4,5 килограмма. Это ее стартовая глубина была, этой подводной лодки. От 40 до 50 метров. Порядка 5 килограмм. То предварительно перед тем, как открыть шахту, шахта заполняется водой, ракета надувается давлением, шахта заполняется водой, это давление уравнено, и тогда открывается крышка, а давления фактически на стенке нет, потому что оно что извне, что внутри поддуто воздухом, оно одинаковое. И она... А если ее не поддуть и открыть крышку, то, конечно, ракета сомнется мгновенно. И эти два компонента, гептил и амил, они соединяются, и тогда взрыв происходит в шахте и так далее. Кстати, вопреки обыкновению, американские военные не стали поднимать шум вокруг гибели советской подводной лодки. Офицеры Пентагона ведут себя так, как будто существует взаимная заинтересованность США и Советского Союза в том, чтобы не трезвонить на весь мир о потере советской субмарины, с удивлением писала в те дни лондонская «Таймс». Маркису и Верий известны новости. Не будем обращать внимания на созвучность номеров К-129 и К-219, но в обоих случаях взрыв реактора предотвращался человеческой жизни. На К-219 стоял реактор нового типа. Его принудительная остановка уже не убивала смельчаков радиации. Радиация не убила, а вот дверь... Любая авария на море наносит не столько материальный, сколько моральный ущерб. Починить железо несложно. Раны в душах затягиваются болезненней. Лечить эти раны – задача первоочередная. Прошел год после катастрофы К-219. В штабе ВМФ проделась идея. В первых числах марта 1987 года от пирса западной лицы ушла в море атомная подводная лодка. Через некоторое время за ней последовала другая, затем третья, четвертая, пятая. Так началась знаменитая операция советского военно-морского флота «Атрина». Она была задумана мной давно. Я явился инициатором ее. Я был в это время командующим флотом, и я явился ее инициатором. И она была не единственной, так сказать. Она явилась просто заключительным этапом, одной из таких поисковых разработок применения наших ракетных подводных, то есть этих, атомных подводных лодок. Величайшее достижение подводной лодки – ее скрытность. Если противник в состоянии контролировать ее действия и перемещение, то сам выход в море уже лишен смысла. Советские подводные лодки, базирующиеся на севере, выходили в океан всегда одним путем. На их пути американцами были развернуты противолодочные рубежи, состоящие из надводных и подводных кораблей, противолодочной авиации и сложнейших стационарных систем. Один рубеж на севере был Нордкап Медвежий, который был оборудован системой СОСУС для обнаружения. Там были и системы вот эти обнаружения, и несли силы постоянную свою службу. Подводные лодки, в частности, типа Кобен, норвежские, там были надводные корабли, там патрулировала все время авиация противолодочная. Следующая была, это, значит, Шотландия, вот в районе Великобритании. Потом было там, на подходе к Соединенным Штатам Америки, такие были рубежи, которые фактически отслеживали наши подводные лодки, посылались туда по их наведению силы, которые в промежутках между этими рубежами осуществляли слежение с тем, чтобы не действовали наши подводные лодки бесконтрольно. Обычно подводные лодки выходят в море поодиночке, реже парами. Целые дивизии выходили впервые. Сначала все было как обычно. Советские лодки спокойно прошли через противолодочные рубежи, были обнаружены всеми системами и внезапно исчезли. Считать, что вдруг исчезнут пять подводных лодок, нельзя, потому что космос все время наблюдает их и отслеживает, где они стоят. И вдруг они пропали. Поэтому мы знали, что противник будет насторожен. Но надо было найти такой способ их развертывания, такую нестандартную сделать ситуацию, что он знает, что они ушли куда-то в море, а в стоге иголку трудно искать. Вот разработана была эта операция А-3 на пять подводных лодок наших. Фактически они их обнаружили, что они пропали, что они идут, на первом рубеже их обнаружили, на втором обнаружили, а потом они пропали. Поначалу это не вызвало никаких тревог. Пропали найдутся. Найдутся на следующем рубеже. Идут себе привычной, а значит хорошо контролируемой тропой. Но прошло восемь суток, а следов дивизии обнаружить не удалось. Американцы потеряли целую дивизию советских подводных лодок. Где-то в глубине океана под самым носом бесконтрольно разгуливала стая субмарин с ядерным оружием на борту. Надо ли говорить, какой это вызвало переполох в американском штабе. Они развернули столько противолодочных сил, сколько никогда не развертывали. Много позже участники этой операции рассказывали, как непросто было подвсплывать даже на сеанс связи. Это была самая настоящая охота. Соприкосновение сил произошло в Атлантике, туда ближе к Соединенным Штатам Америки. И они пытались следить. А второй этап этой операции был. Мы уклонялись и уклонялись способами различными от обнаружения. А потом, в конечном итоге, мы вошли в обнаружение. И это было тоже сделано не случайно. И нужно было оторваться от этого, от слежения, которое они осуществляли. Это было очень сложно, потому что они очень много задействовали сил. Экипажи подводных лодок с честью выполнили стоявшую перед ними сложнейшую задачу. Улов был богатейший. Многочисленные контакты с лодками вероятного противника, позволившие вести за ними скрытные слежения, данные об обстановке в Атлантике, масса другой ценнейшей разведывательной информации. И что очень важно, подводный флот в очередной раз практически доказал, что не уступает морским силам НАТО ни в силе, ни в умении. В 83-м году в состав военно-морского флота СССР вступила атомная подводная лодка Ка-278. По западной классификации «Майк», а у нас известная как «Комсомолец». Эта лодка была настоящим чудом. Сверхпрочный титановый корпус позволял погружаться на глубину, которой не достигала ни одна лодка в мире. Тысяча метров! Комсомольца сравнивали с космической станцией. Он был одновременно лабораторией, испытательным стендом и боевым кораблем. Однако через 6 лет после спуска на воду он в последний раз погрузился, унося с собой жизни 42-х человек. 7 апреля 1989 года в 11.03 на пульте вахтенного механика появился сигнал. Температура в седьмом отсеке больше 70 градусов. Пламя моментально охватило весь отсек. Сыграли аварийную тревогу. Экстренные всплытия. Но лодка уже потеряла ход. Лопнула магистраль воздуха высокого давления. Продувать в таком положении кормовые цистерны – это значит раздувать пожар в седьмом. Однако другого выхода нет. Лодка находится на глубине 157 метров. По приказу командира продули кормовые, и лодка всплыла. В перископ видно, как над седьмым отсеком клубится пар, а резиновое покрытие вспучилось, как обожженная кожа и лохмотьями слезает с горячего корпуса. Оперативный дежурный доложил о том, что получен сигнал, который не расшифровали, но который похож, непонятно откуда он пришел, искаженный, но похож на аварийный сигнал подводной лодки. Я сразу же сел в машину, приехал сюда, и вскоре получили мы неизвестное, ни где это произошло, ни с кем это произошло, и произошла ли авария. Но сигнал был похожий, он был сильно искажен. Пока я ехал, буквально заняло каких-то 15 минут, сюда приехал, получили второй сигнал, и было ясно, что это от подводной лодки комсомолец получен сигнал. Между тем пожар перекинулся в соседний шестой отсек. В пятом вспыхнули пары масла. Огненный смерч промчался по отсеку. У людей загорелась одежда, волосы, начали плавиться резиновые маски. Через час после начала аварии из семи отсеков горело четыре. Связь с ними отсутствовала. Лодка стала заметно оседать на корму. Огонь методично наступал, вытесняя людей в носовые отсеки. Субмарина почти наполовину ушла под воду, и когда волны стали захлестывать рубку, командир отдал приказ об эвакуации. На воду спустили два спасательных плотика. С кружащих над местом аварии самолетов начали сбрасывать спасательные контейнеры. Однако не все успели воспользоваться ими. Моряки гибли от переохлаждения. Когда мы начали быстро с Министерства морского флота, с рыбного хозяйства сопоставлять, то мы нашли там, которые находятся вблизи суда, таких три судна, которые сразу были отправлены туда. Эти суда пошли на спасение туда. Они не могли оказать помощь непосредственно, но они были нужны для того, чтобы, во-первых, связь держать через них и знать обстановку на этой подводной лодке, потому что связь с ней прекратилась фактически. Она еще была непродолжительное время, а потом уже прекратилась. И, во-вторых, на случай спасения личного состава и оказания какой-то другой там помощи. А в это время спасательный отряд Северного флота вышел в район туда. Но ему нужно было несколько... Это в районе Медвежьево было. Нужно было несколько суток туда двигаться. Вылетели сразу же самолеты туда. Так вот, на конечном этапе самолет прямо наводил. Он летал на подводную лодку и обратно на подводную лодку и корректировал их холобыстов, подошел. И вот эти 29 человек, которые были спасены, двое потом скончались на холобыстове. Это фактически... Если бы не было самолета там, то они бы не были бы спасены и эти люди. Через 15 минут после начала эвакуации лодка окончательно ушла под воду. Встав почти вертикально, она стала проваливаться на глубину. Лодка уже летела на дно, когда Мичмана с Лусаренко руками втащили в спасательную камеру. Он до последнего ждал капитана третьего ранга Анатолия Испенкова, который заменил собой матроса несшего вахту у дизель-генератора. Матрос ушел наверх, а Испенков до последнего обеспечивал обреченный уже корабль электричеством. Он отошел от дизеля только тогда, когда лодка последний раз скрылась под водой. Он добрался до спасательной камеры, но было уже поздно. Люк задраили. В камере услышали его стук, но открыть не успели. Вода, ворвавшаяся внутрь лодки, раздавила внутренние переборки. Из пяти человек, находившихся в спасательной камере, спасся только Мичман Слюсаренко. Когда камера всплыла, избыточное давление сорвало неплотно задраенную крышку, и внутрь хлынула вода. Слюсаренко давлением выбросила из люка, и это спасло ему жизнь. Через несколько секунд камера ушла на дно. Когда пришли с моря экипаж, то мы с ними сразу не могли встречаться, потому что они были все возбуждены. И врачи сказали, что нельзя их больше никакому стрессу подвергать. И даже мы, а я был тоже член комиссии, прилетели туда, то мы не встречались с личным составом, а допустили туда медиков, их загрузили и увезли в госпиталь, и, значит, никого к ним не допускали. В это время разразился у нас скандал с журналистом Комсомольской правды, который требовал, почему нас не допустили. Вот его надо. Со вспышкой там, с фотографиями и так далее. Вообще я удивился, Комсомольская правда так вела себя, что просто деваться было некуда. Она такую ложь несла, такую клевету, что даже, значит, что вот этот Хлобыстов два или три часа рыбаки торговались с военно-морским флотом, сколько им заплатят за эту операцию, и не шли на помощь, а они бы могли уже прийти и спасти личный состав. На самом деле Хлобыстов обрубил там какие-то свои забортные там какие-то приборы и бежал самым полным ходом, шел туда на спасение. Почти через полтора часа подошла к месту трагедии плавбаза Алексей Хлобыстов. Она и подобрала тех, кто еще остался в живых. Несколько человек умерло уже на борту. Один из лучших кораблей отечественного атомного флота погиб всего за несколько часов. Были приняты вот эти четыре направления и были по ним разработаны очень хорошие планы реализации и улучшение поисково-спасательной службы, и закупки комбинезонов за границей. Мы начали их закупать, а потом средства прекратились и перестали закупать. И подготовка личного состава по борьбе за живучесть. И в конструировании прямо был вот такой вот, сколько, какие нужно конкретно улучшать. Ну, допустим, у нас до сих пор нет разработки так. Вот там горит, допустим, что-то в отсеке. Мы что делаем? Герметизируем, даем туда пламя гоститель. А дальше мы не знаем, горит там или не горит, какая там температура. Мы переборки щупаем, понимаете? Но переборка вот такая, когда она накалится и так далее. Мы не знаем, поступает там вода или не поступает, мы не знаем. Загерметизировано, туда войти невозможно. Это же все надо делать, это все надо устранять, вот эти вот замечания, которые не дают возможность бороться за спасение корабля. Вот. Потом прошло какое-то время, значит, вот это времена перестройки, денег нет, денег нет, денег нет. И эти планы до сих пор остались, только началась их реализация и прекратилась. Что говорит о том, что, значит, мы не застрахованы в будущем от всяких вот этих моментов, которые тогда были выявлены и по которым были правильно намечены меры улучшения этих моментов. Трагедию комсомольца можно без преувеличения назвать пиком катастроф атомных подводных лодок в мире. Самая надежная лодка со сверхпрочным титановым корпусом продержалась на плаву после пожара менее шести часов. Сразу после катастрофы началось бурное противостояние конструкторов, кораблестроителей, некоторых средств массовой информации с одной стороны и военно-морским флотом с другой. Аргументы сторон нельзя назвать несправедливыми. Правы разработчики и создатели лодки. На корабле не проводились учения по использованию спасательной камеры. За все время службы, а это пять лет, камера всплывала лишь однажды. Не знал личный состав и как спускаются на воду спасательные плотики. Правы моряки. Не вдаваясь во многочисленные технические подробности, отметим, что полная герметизация отсеков была невозможна, а это пока самый эффективный способ борьбы с пожаром и поступлением воды на подводном корабле. Ни на каком корабле аварийная ситуация не может развиваться лавинообразно, с отказом и возгоранием все больших систем и агрегатов. Право командования флота. Не может боевой корабль после пожара затонуть менее чем через шесть часов. Организовать за это время спасательную операцию невозможно, даже с применением всех сил флота. Комсомолец в конечном итоге погубила бедность. Бедность страны, сумевшей создать титановый корпус, но не сумевшей содержать в этом корпусе людей. Погибший комсомолец был таким же достижением страны Советов, как и первый искусственный спутник Земли. И это не преувеличение. Когда в декабре шестьдесят пятого года подводников посетил первый космонавт планеты Юрий Гагарин, он пошутил, что лучше пять раз в космос слетать, чем один раз под воду спуститься. Подготовка подводников по сложности мало отличается от подготовки космонавтов. Там, внизу, так же, как и на орбите, помощи ждать неоткуда. Ничьей не бывает. И чины и звания не признаются. Победили так все. Победил океан тоже всех. Если нет кислорода, то никому нет. Если случилась авария, то все в этой аварии виноваты, и все в этой аварии задействованы. И правильно в войну говорили командиры подводных лодок, что подводные лодки или побеждают, побеждают все, или гибнут, и гибнут все. Мы говорим о подводных лодках как о современном мощном оружии. Но что представляет собой современная лодка? Ядерный реактор с заключенной в нем огромной энергией. Ракеты с безумной разрушительной силой. Ракетное топливо, тонны высокотоксичного вещества. Всего этого достаточно, чтобы устроить конец света. И все это на маленьком клочке в океане. По неволе вспоминаются лодки Второй мировой. С их торпедами, начиненными старым добрым динамитом. Это огромная сила только в руках человека. Может быть, поэтому здесь нет случайных людей. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова